В связи с тем, что Трансформеры Анимеи тут были закрыты, возникла необходимая следующая серия Трансформеров. С момента своего появления в 1984 году франшиза выпустила в эфир около дюжины различных серий в Северной Америке и Японии. И следующим шоу получившим известность стали Трансформеры Прайм. Ещё один полноценный компьютерный анимационный сериал, похожий по стилю на популярный сезон «Битвы зверей» конца 90-х годов. Культсериал Трансформеры Прайм, представляющий собой продолжение Трансформеров, продюсируют голливудские популярные личности Роберт Орси и Алекс Куртсман, которые были создавистами первых двух фильмов Майкла Бэя о Трансформере. К ним присоединился опытный мультипликационный продюсер Джефф Клайн, который представил нам такие сериалы, как «Люди Чёрного» и «Сказки Драконов». В отличие от Трансформеры Анимеи, это Трансформеры Прайм основаны на успешной видеоигре «Трансформеры войны за Кивертрон» и романе «Трансформеры Исход», который рассказывает официальную историю войны за Кивертрон. На протяжении всего видео на вашем экране будут ранние концепты и какие-то закадровые моменты Трансформеров Прайм. А это самый первый тизер Трансформеров Прайм, еще не доделанный и не финальный вариант, с плохой анимацией трансформации Бамблби и, в общем, немного ранней графикой. Трансформеров Прайм Перейдем к самой интересной части видео, интервью с японской анимационной студией Polygon Pictures, которая и занималась созданием Трансформеров Прайм в 3D. Расскажите, как вы оказались ответственными за анимацию Трансформеров Прайм? В прошлом компания Polygon Pictures работала над анимационными шоумами для зарубежного телевидения и благодаря нашей работе с сотрудниками, которые сейчас работают на Трансформеров Прайм, мы получили предложение присоединиться. Чем Трансформеров Прайм отличились от других ваших работ в прошлом, когда мы получили первый-четвертый сценарий и раскадровку. Я был поражен большим количеством боевых сцен в 22-минутном эпизоде. Они требуют довольно большого объема 3D-рисунков. Сценарии больше направляли фильм, чем детские телешоу. Хотя он мне показался интересным, и я также задался вопросом, как мы с этим справимся. Все главные герои должны быть готовы с самого начала, поскольку они должны присутствовать в каждом эпизоде, а это тоже было очень сложно. Сколько времени у вас ушло на подготовку первому эпизоду? Запуск нового телеканала The Hub приближался, и у нас почти не было времени на подготовку. Мы должны были представить короткую визуальную часть анонса производства, но я подумал, что могу умереть, пытаясь сделать это вовремя. За это время у меня была встреча с американским режиссером и продюсером, моих положительных отзыв о моделях персонажей, которые мы завершили, вселил в меня уверенность в продолжении работы над сериалом. Расскажите об условиях и процессе работы создания компьютера анимации. Раскадровка составляется путем создания последователей на основе сценария, затем раскадровка выстраивается на временных шкалах, это называется Big Continuity, анимация раскадровки, это все сделано в Америке. Предварительная запись диалогов также включена, и мы обращаемся к ней для определения времени и прочего при создании анимации. Однако, даже при наличии временных рамок, результат часто не такой, как можно себе представить, когда последовательности выполняются в трехмерной сцене. Когда это происходит, японский режиссер улавливает суть эпизода, и мы берем на себя инициативу по управлению движениями и операторской работой. Иногда мы предлагаем изменения, которые, по нашему мнению, должно сделать круче сцены. И чаще всего оно применяется. Первые пять серий были последовательными, и планировалось, что это будет специальная премьера. Предстоял большой объем работы, но нам пришлось идти вперед, не имея времени на подготовку. Мы успели едва вовремя. Как идет производство? Одна серия длится 22 минуты, в одном сезоне 26 серий, и у нас есть год, чтобы закончить их. Это около 50 минут в месяц. Третья продолжительность фильма составляет 90-120 минут, а это означает, что объем анимации, которую мы создаем, эквивалентен 5-6 фильмам в год. То есть нет возможности управлять этим стандартным производственным процессом, и мы ввели функциональную систему, в которой задачи разделены и закоплены соответствующими командами. Когда одна команда заканчивает свою часть анимации, она передает следующее команды. Сейчас в нашей компании работают 350 сотрудников, но на каком-то этапе мы перевели Prime около 150 человек. Сталкивались ли вы с какими-либо трудностями, характерными только для сериала Трансформеры, и какие шаги вы предприняли? Из-за содержания сериала, события в истории происходят в разных местах, в каждом эпизоде, и нам нужно каждый раз создавать новые длд-модели. Многие локации используют только один раз, и вряд ли мы сможем повторно использовать одни и те же, как это обычно делается в сериалах. При этом качество ожидалось на высшем уровне. Сотрудники Prime. Ответственный за план и стильзовое оформление получили в 2011 году премию Эмми, и с тех пор планка была поднята еще выше. Кроме того, каждый трансформер имеет характерный внешний вид, и его части часто сталкиваются друг с другом во время движения. Мы настраиваем таки, чтобы избежать подобных случаев. А как насчет трансформации? Меня беспокоили трансформации, когда мы начинали проект. У нас нет сотрудников, пособных изначально создавать трансформированные модели без каких-либо ограничений во времени. Первоначально мы думали, что нам придется создавать драматические эффекты социальной трансформации. Как это можно увидеть в японском аниме? Однако мы обратились к американскому режиссеру. Стало ясно, что это не так. От нас требовалось создать трансформации, которые бы снимались с потоком истории. Это могло длиться всего пару секунд, но трансформация должна происходить по мере того, как персонажи двигались, двигали или прыгали. Нам нужно было создать различные последовательности трансформаций для каждого персонала, чтобы они подходили к разным ситуациям. Например, существует различие в том, какие детали начинают совмещаться первые. Мы посетили специалисты по трансформации, и после многих проб и ошибок с помощью бывшего аниматора 2D мультфильмов трансформеры создали шаблон трансформации. Что касается трансформеров, таких как Арси, размер которых меняется до и после трансформации, невозможно заменить части как есть, поэтому мы изменяли масштаб. Киа прорабатывали последовательность трансформации, чтобы трансформация выглядела плавной. Теперь каждый шаблон хранится в виде библиотеки для различных ситуаций. 3D-модель Optimus Prime. Насколько я понимаю, производство началось до того, как были разработаны игрушки, о чем вы основывали модели персонажей. Мы использовали дизайны, присыланные из Америки, но за редким исключением. Они в основном были в 2D, а мы переделывали их 3D-роботов и транспортные средства. В основном нам вдавали чертежи с трех сторон, и мы имели только основные контуры. Поэтому детализацию деталей мы проектировали сами. Итак, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем советую посмотреть мой четвертый сезон Трансформер Прайм в плейлисте. Вы вышло уже 5 серий, и если вы не хотите смотреть рит, или он вам не нравится, вам туда. Субтитры сделал DimaTorzok